Всем большой привет! У меня сегодня это видео один сплошной тест фирмы гель-лаков. И в одном видео аж две коррекции. Интересно? Тогда подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого, ставьте палец вверх и поехали! Чем громче о себе заявляет фирма, тем сильнее и тщательнее хочется ее проверить и подцепить за что-то. Сегодня у меня в кадре будут эти ручки. Но вот в каком виде они оказываются, это другой вопрос. Покрытие на этих ногтях всегда подряпанное железной губкой. Ну, чтобы кастрюльки оттереть. Иногда ногти с пятнами и в этот раз у нас йод, например, отпечатался. Верхнего слоя покрытия, мне кажется, здесь уже даже и нет. И вот в самых таких жестких условиях я решила протестировать новую для меня марку гель-лаков Мистик. У меня оказалась целая артиллерия из бас и топов. Что имеется из интересненького? Нанотоп, топ-стойкий к царапинам, антивандальный, как я его называю. Не имеет достаточно липкости, его рекомендуют производители сушить 90 секунд в лампе, 48 ватт LED и не пересушивать. Если наносить по одному ногтю, то и класть в лампу также по одному. Потестим его на дипсе. Должны выравниваться неглубокие царапины. От пушера остался след и пока что не выравнился. Не видно, что я топ именно прорезала. Он как будто бы просто прогнулся. И вполне возможно, что этот проемчик еще выпрямится. Апельсиновой палочкой вообще щадящий вариант. От нее разравнивается сразу, а от пушера пока что так и остался след. Дальше эко-база. Хорошая консистенция подойдет для выравнивания. Имеет щадящий состав и пахнет хвоей. Кстати, потом я увидела, что на флаконе елочки нарисованы. Значит, мне не показалось. Если найти более подробную информацию о ней, то написано, что в ее составе содержится смола сосны. Эта база не пересушивает ногтевую пластину. База снимается или растворяется легко и вся без остатка. Имеет влажный и крупный опил. Это я прочувствовала на себе и отметила как недостаток. Позже покажу вам это в видео. И самое главное, что эта база для гель-лака не печет в лампе. Тут даже интриговать не буду. Она реально не печет. Даже выравнивающий слой на голый ноготь. Клиентка руку из лампы даже не вынула. А вот обычная каучуковая база пекла. Так что это не клиент бесчувственный. Она реально не печет. Стоять эта база должна отлично на всех ногтях. Ну, это проверим позже. Обычная база каучуковая эластичная. Более густая, чем эко. Справится даже неторопливый мастер с выравниванием. Она имеет отличную вязкость. Ниточка за кистью тянется очень далеко. Дальше камуфляжная база. Имеет очень красивый натуральный цвет. Пахнет как жвачка. Но обычно это только более яркий химозный запах получается. Под нее рекомендуют производители нанести тонкий слой эко базы или обычной базы. Матовый топ не густой, но плотно держится на кисточке. Наносится довольно тонко, не добавляет толщины ногтю. Обычный топ по описанию не имеет липкого слоя после просушки. И хорошо держит глянец. Цвета я выбрала пастельные, весенние. Ложатся они в два слоя, не полосят. И их я сразу все нанесу на руки клиента. Она, кстати, не против. Так заодно и посмотрим какая палитра. Также гель краска черная новой белого цвета без липкого слоя. И гель паутинка черного цвета с липкостью. Паутинка более густая, чем в других фирмах. Она дольше тянется благодаря этому и не обрывается. Меня не разочаровали цены на эти продукты, учитывая, что у них большие объемы. За цветники я бы еще подумала. А вот эко базы, нано топ и паутинка это то, что я бы точно приобрела еще раз. Для моих подписчиков Мистик предлагает скидку в 10% по промокоду BUGRI до 6 марта. Все ссылочки на продукцию есть в описании прямо под этим видео. Может быть вы что-то найдете более подходящее для себя. Пользуйтесь на здоровье скидкой. А мы протестируем на руках клиента все эти материалы. Приступаем таки к рукам. Уже на подготовленные ногти наношу бескислотный праймер. И пробую мейкобазу на этой руке. Как я и говорила, она вязкая, поэтому в выравнивании ею получается отлично. На другой руке я тестирую обычную каучуковую базу. Нанесение такое же легкое и приятное. Работаю по одному ногтю конверным способом, поэтому здесь снова наношу эко базу. В итоге, так как база эко совсем не пекла, я нанесла ее на все ногти, кроме двух. Указательного и среднего на левой руке. Это та, что справа в экране. Прямо на клиенте я продемонстрирую вам цвета. Я так не издеваюсь, просто клиентка была не против. А мы никак не могли определиться с цветом. Тем более все эти оттенки гармонично смотрятся друг с другом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С первым слоем гель-лак выглядит очень неплохо, практически плотно. Хуже всего показал себя цвет слоновой кости. Но все же в два слоя он отлично выглядит. В этом маникюре мне бы хотелось показать гель-паутинку. Дизайн ею забавный и очень быстрый, поэтому есть за что ее любить. Я хочу выполнять линии в стиле арт-хаус. Накидав вытянутые линии с паутинки, произвольно упавшие на ноготь. Не забудьте выделить с кожи гель перед сушкой. Эта паутинка густая и тяжелая, поэтому для тонких линий ее нужно больше растягивать, иначе получается толстовато. Покроем дизайн мы матовым топом. Остальные ногти на этой руке глянцевым нано-топом перекрою. А вот на другой руке обычный глянцевый финиш. Матовость у этого топа приятная. Глянец на светлых оттенках прослеживается плохо. А вот наши ногти спустя две недели. Первое покрытие мы выполнили 9 февраля, а эти ногти 23. Помните, что обычно происходит с этими ногтями под воздействием железной губки? То здесь еще ситуация неплохая. Но и носки всего-то две недели. Разницу в топах я особо не вижу. Немножечко больше поцарапан финиш на правой руке. Но это и логично, она же рабочая. В целом разницы финиша против царапин и обычного финиша я не вижу. То, что топ эластичный и выпрямляет мелкие даже не царапинки, а прогибы. Это логично, потому что финиш гель-лаковый, он гибкий. Возможно, будет еще время потестировать этот финиш на более темных тонах. Ну и, конечно же, на других клиентах, потому что один клиент это еще не показатель. Я хочу проверить, нет ли от слоек с торцов. И дальше последовало очень странное снятие гель-лака. Я уже и очки надела защитные, и клиентке сказала уклоняться, если что. Но меня так закидало обломками базы, что уже не знала, куда уворачиваться, чтобы не получать ими по лицу. Тут я в целом сама виновата. Не дочитала нужную информацию. В базе эко столько было примечаний, что всего я не учла. Написано же было, керамическая фреза для снятия эко-базы не подходит. Снимается над пластами. И взяв фрезу из сплава в металлических ситуациях, стало немного лучше. Но я еще и оборотов прибавила посильнее. Все это задумано было для здоровья мастера и клиента. Снятие крупными чешуйками, чтобы мелкая пыль не кружила в воздухе и не попадала в дыхательные пути. Но у меня такая мощная вытяжка, что мне в целом это и не нужно. А снимается база это мягким абразивом фрез. В целом работает база так, как и заявлено. Там, где была нанесена обычная база, снимается стандартно. По остаткам на ногтях тоже видно, где какая база находилась. Теперь выполняем маникюр. Он будет у нас аппаратным с помощью двух фрез. Это пламя с закругленным кончиком красного абразива и австрийский шар синей насечки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если кожа сухая, то более мягким шаром можно прикладить ее в завершении. Продолжение следует... Далее обезжириваем ногти, наносим праймер и теперь будут на тесте эти две базы. Стоит отметить, что стойкость была отличная как и у эко-базы, так и у обычной каучуковой базы. Даже минимальных отслоек на ногтях не было. На двух ногтях теперь будет у нас располагаться камуфляжная база, а на остальных трех одной руки будет каучуковая эластичная база. Какое-то особое нанесение у этих баз особо приятное. База как будто бы знала свое место, растеклась так как нужно, капля собралась в нужном месте, никуда ничего не растеклось. И форма ногтей в итоге от этого получилась тоже правильная, вытянутая, продолговатая, красивая в общем-то. Камуфляжная база печет в лампе чуть больше, чем обычная. Выравнивается и той, и той базой просто великолепно. Основной цвет будет на этих ногтях сиреневый. Второй слой уже наносится для четкого контура у кутикулы. А там где этот цвет в качестве дизайна, оставляю смело один слой. На просушенном фоне размываю другие цвета. Делаю по типу мрамора. Сиреневый и синий цвета очень классно сочетаются. И на этих ногтях у нас будет геометрия. Перекрываю на этом этапе все ногти обычным топом. И теперь рисую поверх него черной гель-краской. Очень важен для прорисовок тонких линий насыщенный пигмент в гель-красках, чтобы была четкость линий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игра тонких и толстых линий, расположенные в разных направлениях. Вот и вышла геометрия. Я тут немного задумалась. А что еще чаще мы выполняем, чем маникюр? Брови разве что выщипываем. Это я к тому, что уже так просто мои клиенты стали относиться к выбору цвета или дизайна. Говорят, ну, надоест, через 2-3 недели приду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дизайн на указательном и среднем ногте я перекрыла еще дополнительно финишем сверху, чтобы дизайн от жесткой губки не стерся. А вообще необычно вышло, но мне с клиенткой очень нравится. Я надеюсь, этот эксперимент вам понравился, был полезным и интересным. Как относятся эти ноготки вы увидите уже в другом видео. Всем желаю творческих успехов, спасибо за просмотр и до скорой встречи. Пока-пока!